друзья рада приветствовать вас на своем канале как вязать чтобы смотреть все мои новые видео друзья нажимайте на колокольчик подписывайтесь на мой канал не забывайте ставить лайки узором и видео друзья спешу поделиться вот таким чудесным ажурным узором посмотрите насколько красиво органично смотрится вписывается эти ажурные дорожки в лицевую гладь можно украсить таким узором например топ если вы вяжете будет просто великолепно возможно боковые части может быть центральная часть топа возможно рукава кардигана свитера кофточки тунику можно связать таким узором великолепно смотрится и можно делать вот эти полоски лицевой глади если вы тоже впишете эти косички в лицевую гладь абсолютно разной ширины то здесь уже для вашего творчества и креатива очень большое пространство изнаночная сторона выглядит очень аккуратно друзья вяжется узор очень очень просто итак давайте начнем с вами вязать вместе так смотрите сама косичка строится на 4 петлях то есть вы набираете нужное вам количество петель с учетом того что косичка из 4 петель состоит ажурный наш узор но уже сколько между этими косичками будет лицевых петель вы тоже придумаете самостоятельно здесь опять-таки повторюсь фантазия и смотрите один ряд просто для удобства чтобы мне было вам легко показывать я провяжу лицевыми петлями просто так будет более удобно и просто мне показывать вам узор вы можете сразу же набрали петли и начать вязать ажурный узор да и высоту узор состоит из четырех рядов которые мы постоянно будем повторять итак первый ряд узора кромочную я сняла провяжу 3 лицевые петли до нашей ажурной дорожки вот эти петли которые между дорожками я провязала сейчас и теперь сама дорожка накид 2 петли вместе лицевой с наклоном влево для этого первую сняла вторую лицевой провязала и протянула через снятую вот так и следующие две вместе лицевой мы просто провяжем получится с наклоном вправо так как я вяжу классическими петлями и накид все это раппорт первого ряда далее у нас просто лицевые петли которые между ажурными дорожками и кромочную изнаночной провяжу итак первый ряд узора готов вяжем второй ряд кромочную снимаю дальше у нас петли которые между ажурными дорожками я их провязываю изнаночными то у нас лицевая гладь да сейчас мы на изнаночной стороне изнаночной это уже раппорт и смотрите теперь вот эти две петли я перекрещиваю таким образом вторую петлю я провязываю изнаночной вот так посмотрите и теперь я провязываю петь первую петлю тоже изнаночной то есть таким способом вам не нужно делать перекрещивание с помощью какой-то вспомогательной спицы или другим способом я делаю так так удобно то есть здесь лицевой стороны у вас перекрещенные получились петли и изнаночным накид изнаночной все это был раппорт второго ряда это уже у нас изнаночная лицевая гладь с лицевой стороны и вяжем с вами теперь третий ряд узора лицевой ряд кромочную сняли лицевые петли до ажурной дорожки и теперь узор смотрите мы вяжем 2 вместе лицевой накид и теперь 2 вместе лицевой с наклоном влево первую я сняла 2 провязала лицевой и протянула через снятую все это третий ряд раппорт третьего ряда далее лицевые до конца ряда и изнаночная все и друзья сейчас 4 заключительный ряд узора кромочную сняли и смотрите все петли у нас изнаночные включая и ажур где мы вяжем ажурную дорожку только там где накид смотрите что мы делаем с накидами 1 изнаночная из накида и 1 лицевая скрещенная за заднюю стенку вот так все и далее тоже изнаночные все то есть вы вяжете накиды вот таким образом вывязывая 2 петли из накида 1 изнаночную 1 лицевую скрещенную а все изнаночные повторяете узор то есть вяжите по рисунку изнаночными петлями все готово друзья дальше повтор давайте я еще раз покажу вам провяжу с вами еще ряд узор и так у нас петли лицевые до ажурной дорожки чтобы вы посмотрели как провязывать накид 2 петли вместе лицевой с наклоном влево 2 вместе лицевой с наклоном вправо и накид все это была наша ажурная дорожка далее лицевая гладь до следующей ажурной дорожки или до конца ряда второй ряд кромочную снимаю изнаночные у нас до ажурной дорожки и далее 1 изнаночная и 2 петли еще раз показываю как мы провязываем вторую я провязываю изнаночной теперь первую я провязываю изнаночной и только после этого я сниму сразу две провязанные изнаночными петли и при этом у нас на лицевой стороне получится что петли я перекрестила то есть перекрещивание и далее изнаночные надеюсь понятно если нет повторяйте посмотрите внимательно как я это делаю и так третий ряд кромочную сняла лицевые петли у нас до ажура теперь 2 вместе лицевой накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево все это был третий ряд далее у меня лицевые идут и теперь четвертый заключительный ряд кромочную я сняла изнаночная гладь до ажурной дорожки и вы помните да в четвертом ряду мы все вяжем по рисунку только вывязываем две петли из накида одна изнаночная и 1 лицевая скрещенная все друзья очень очень простой узор но очень оригинальный можно даже смотрите вот одна это ажурная дорожка украсить может рукав да будет очень красиво смотреться такой минимализм нежная красивая ажурная дорожка возможно элементы на полочках кардигана тоже будет красиво великолепно смотреться друзья пишите вопросы в комментариях если у вас остались вопросы обязательно буду стараться отвечать каждому но и не забывайте ставить лайк этому узору красивейшему на мой взгляд это отличная находка для летних проектов ставьте лайк этому видео нажимайте на колокольчик подписывайтесь на мой канал друзья смотрите какая прелесть нежность в любых цветах будет смотреться великолепно ну а на сегодня все друзья до новых встреч буду радовать вас новыми красивыми узорами и идеями в следующих своих видео до новых встреч пока пока в следующий раз